Всем привет! Меня зовут Лилия Донскова и сегодня мы с вами будем пробовать новинку от компании Reflame. Это просто чудо. Чудо внешне. Надеюсь, что это чудо внутри. Масочка для лица питательная с какао. Ее код 35070. Такая красивая, классная коробочка. Кстати, чудесный вариант. Хочу попробовать. Если мне очень-очень понравится, то я закажу для своих подружек. В коробочке лежит вот такая вот штучка. Как будто похоже на джем или какое-то угощение к чаю. Но мы сейчас будем пробовать это на лицо. Как открывается масочка? Смотрите, здесь есть такой хвостик специальный. Мы за него тянем и масочка открывается. Наносить маску я буду... лицо я кожу очистила. О, кстати, одену ободочек, чтобы на лоб также нанести. Надеваю ободочек, чтобы челка не пачкалась. Вот так вот буду в ободке. Масочку я буду наносить специальной кисточкой. Такая плоская, упругая кисть. Я прямо отсюда буду брать маску по чуть-чуть и наносить на лицо толстеньким слоем. Ух ты, пахнет как вкусно! Мне просто интересно, насколько ее хватит. Потому что я обычно масочки такие десятиграммовые, мне хватает на два раза. Наносу на носик везде, на щечки. Да, на два раза, конечно, хватит ее. Тут еще очень много. Я еще и на лоб нанесу, на подбородок. Тут вот толстый слой. Не забываем над верхней губой наносить. И лоб распределяем аккуратненько. Масочка должна полежать на лице, на расслабленном. То есть в это время не надо болтать по телефону. Не надо гримасничать. Ну хотя маска питательная. А когда маски-пленки или маска с глиной, с ней не гримасничать нельзя. Ничего. Все заметили? Я наношу подальше от глаз. То есть это такие вот очки лыжные. На глазки маски мы не наносим. И немножко нанесу на шею. Мне даже на три раза хватит этой баночки. Не думаю, что она меньше. Ну то есть за неделю я ее использую. И дочки там кстати еще попробуют. Так. Все. Маска готова. Засекаем время. Через 10 минут я ее просто смою и расскажу вам. Какие ощущения у меня на лице. Но аромат просто балдежный. Вот это вот какао. Ммм. Супер как пахнет. Ну все. До связи. GoPro. Топ видео. Итак. Я использовала масочку из серии Love Nature. Компания Reflame. Кремовая маска питательная. Вот такой она классненькой из штучки. И смотрите как мало у меня ушло маски на все лицо и даже на шею. То есть 10 грамм хватает примерно на 2 на 3 раза. В зависимости от размера лица. Какие ощущения? Ну во-первых цвет. То есть видно, что масочка лежит коричневая цветом. Такая же как она и в самом в емкости. Да. Вот этом маленькой емкости. Ощущения какие? Масочка впиталась. То есть я вот ее чувствую. Она не смазывается. Ну есть небольшое такое. Конечно. Ощущение, что масочка есть на лице. Очень приятно пахнет. Мне безумно. Вот эти 10 минут пока я сидела с маской. Безумно вкусный аромат. Я просто обалдела. Есть приятные ощущения. Какие тут легкого покалывания. То есть масочка работает. Масочка, да. Какие-то процессы там идут. Мне очень кайфово. Сейчас смою и посмотрю как изменится кожа. Какие ощущения будут на коже. И вам все расскажу. И так смываю. Все. Масочку я смыла. Ощущения очень приятные. Кожа прям мягкая-мягкая. Конечно же даже питательные маски. Они делают и пилинг. Отшелушивают мертвые клеточки. Потому что кожа размягчается. Увлажняется. Мне очень нравится. И лицо сияет. То есть вот есть ощущение, что оно такое розовенькое стало. И кожа сияет. Мне нравится состояние. И вообще в принципе я маски очень люблю. Делаю разные. Делаю маски отшелушивающие. Делаю маски питательные, увлажняющие. То есть масок много не бывает. Два-три раза в неделю обязательно нужно делать масочку, чтобы баловать свою кожу. И помогать ей сохранять свою молодость и красоту. Чтобы всегда ваше отражение в зеркале вас радовало. И так. До новых встреч. А, кстати, не сказала, как масочку хранить. Я сейчас зафиксирую, наверное, скотчем кончик масочки. Уберу ее в коробочку и положу в холодильник, чтобы она пролежала еще где-то два-три дня. И я сделаю еще раз такую же масочку, чтобы ее полностью использовать. Так что используйте мои рекомендации и будьте прекрасны всегда. До новых встреч. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Пока-пока.